добрый день дорогие друзья это протюнинг автотрейд и мы находимся на улице российская 263 сегодня мы посмотрим что же сможет нам предложить самый холодный из немецкой тройки а именно audi a5 спортбэк давайте посмотрим начиная с внешнего вида автомобиля хочется сказать что он вызывает только положительные эмоции данное поколение получилось реально удачным по дизайну своему очень четкие линии такие стремительные которые проходят по всему кузову тем более автомобиль у нас находится в с line пакете это более такой нарядный внешний вид на нем стоят современные топовые матричные фары которые понимают дорожную обстановку могут сами включать автоматический дальний свет направлять его чтобы он не светил на встречный поток автомобиля что очень важно в наше время также это квадроверсия то есть полный привод который обеспечит вам самое лучшее сцепление которое может быть в принципе на полноприводных машинах из всех существующий на данный момент нельзя он настолько легендарный все-таки автомобиля клеим в прозрачную полиуретановую пленку то есть он уже защищен от сколов появление их от камней какие-то которые могут прилетать на дороге более машина у нас 2017 года за этот промежуток времени в окрасное покрытие в идеале то есть есть какие-то моменты по пленке но это незначительно потому что собственно она выполняет свою функцию защиты также хочется отметить что пробег 130 тысяч и для этого пробега машина очень свежо сохранилась на что повлиял их краски полиуретановая пленка также у нас стоят 19 опциональные диски с алмазной проточкой за которыми у нас прячется спортивная тормозная система тоже это опциональная такая вещь которая может быть попроще в некоторых комплектациях собственно торможение в этой машине вас точно приятно удивить по оконным молдингом они выполнены в черном глянце с завода такой заводское исполнение и далее если мы смотрим на крышу у нас имеется панорамный люк который может полностью открыться в режим панорамы либо открыться на проветривание что хочется сказать по задней части автомобиля получилось она в этом поколении опять же очень очень хорошо потому что такие широкие крылья которые сочетаются очень хорошо с фонарями эти острые грани это все дополняют друг друга безумно классно смотрится также что мы можем видеть сзади эта камера заднего вида которая присутствует для удобства парковки в любых местах и двойной выхлоп с хромированными патрубками что интересно в этой модели то что это у нас по сути кузов лифтбэк то есть открывается он вместе с задним стеклом багажник и в него очень удобно помещать огромные вещи которые вам необходимы то есть запустим какие-то стройматериалы большие любые вещи грузы таскать то есть это все очень удобно благодаря такому кузову плюс можно сложить задние сиденья у вас откроется еще больше пространства для собственно тех вещей которые вы собираетесь здесь возить самом багажнике по бокам и видим две сетки чтобы закрепить мелкие аксессуары может быть какой-то инструмент для шиномонтажа которым понадобится и также резинки которые у нас слева и справа и части то есть места для крепления очень много также еще присутствуют два крючка с левой и правой стороны абсолютно все что вам необходимо вы в этот багажник уместите закрепите никуда она не улетит в этом плане очень хорошо все сделано здесь также имеется прикуриватель 12 вольт для того чтобы вы могли заряжать вашу технику который перевозите в багажнике под поле у нас имеется запасное колесо и сабвуфер который находится под ним первое что мы видим когда хотим попасть в салон это безрамочные окна и передние задние двери у нас безрамочные выглядит очень классно стильно всегда будет доставлять удовольствие сам салон выполнен в двухцветном исполнении то есть это красная кожа с черными вставками также здесь присутствует огромное обилие материалов салона то есть это кожа алькантара вставки из дерева на центральной консоли у нас имитация черного шлифованного алюминия то есть в любом случае то как выглядит этот салон вас всегда будет радовать руль здесь не с лайн то есть не имеет скошенного низа но зато он имеет подогрев чего не может быть на более старшей версии машин с с лайном также на руле мы видим лепестки переключения передач спортивные и круиз-контроль который находится снизу слева под рулем на котором можно выставлять максимальную скорость чтобы с комфортом передвигаться на дальние дистанции приборная панель у нас механическая с огромным количеством различной информации которые можно здесь видеть далее если мы переходим на центр салона у нас стоит экран мультимедиа который управляется с шайбы на центральной консоли имеется большое количество настроек можно здесь слазить очень долго смотреть настраивать все под себя огромный плюс дает этой машине также по центральной консоли по торпеда мы видим что у нас имеется подогрев сидений климат-контроль если мы перемещаемся ниже то видим отдельную панель на которой можно выбрать режимы езды то есть комфорт динамик индивидуал и авторежим который понимает дорожную ситуацию выключение стабилизации выключение парктроников и выключение самой магнитола как устроено управление мультимедиа у нас имеется на центральной консоли шайба и кнопки в них вы точно не запутаетесь потому что все максимально понятно все кнопки отделены логически все очень удобно то есть даже если вы пересядите с другого автомобиля тут вы сразу в этом разберетесь селектор переключения передач у нас стандартный в стиле audi в принципе на многих моделях он такой же ставится этих годов снизу него мы видим кнопку автостопа и ручник справа от селектора кпп мы видим крутилку которая у нас регулирует громкость на мультимедиа также с нее можно переключать треки и выключать полностью громкость перемещаемся ниже видим интересный такой кармашек маленький в котором можно сложить ключ от машины либо любую другую мелочь подлокотник стандартный ваговский что очень удобно в них что можно в несколько положений высоты его настроить то есть ниже чуть выше и прям максимальное положение самое высокое также он не спускается под ним у нас находится прикуриватель настоящий который там реально имеется не просто заглушка и в самом подлокотника у нас имеется юсб зарядка стандартный usb 2.0 и аукс для того чтобы вы могли включать музыку по проводу несмотря на компактность машины на заднем ряду за собой я сижу достаточно комфортно то есть как я сидел спереди не двигались сиденья также я сижу сзади в местах еще есть принципе место можно с комфортным передвигаться на дорогие расстояния для задних пассажиров также здесь имеется у нас ниши под различные аксессуары под мелочь целых две штуки куда можно что-нибудь сложить и снизу у нас имеется еще один прикуриватель и пепельница тоже прикуриватель но у нас настоящее не заглушка а на самих сиденьях у нас имеется очень удобные крепления изофикс которые выполнены реально грамотно просто пластиковая заглушка то есть при установке детского сиденья не нужно будет корябать кожу как-то ее царапать поэтому это тоже очень важно под капотом у нас находится надежный немецкий дизель 2 литра 190 сил при должном обслуживании такие моторы ходят даже больше 200 тысяч километров самое главное использовать хорошие расходники заливать хороший дизель на проверенных заправках и проблем знать не будете по итогу audi a5 спортпэк это реально хороший автомобиль даже несмотря на свой пробег потому что во все время эксплуатации он был в защитной пленке кожа в салоне у нас хорошо сохранилась а также имеется очень много приятных мелочей которые будут вас только радовать поэтому приезжайте на улицу российская 263 в автосалон про тюнинг автотрейд заходите в наши соцсети автору и авитору